Время неизбежно размывает силуэты былого. Порой начисто стирая из исторической памяти имена, события и даже целые цивилизации. Но чаще бывает так, что минувшие постепенно уходят в небытие в силу элементарного незнания, недостатка информации. Еще не успев познать, мы уже забываем. В 2015 году в свет вышла книга старейшего нижегородского тележурналиста, известного поэта и прозаика Александра Цирульникова «Сбирание памяти. Слово о друге», которую он посвятил легендарному поэту Юрию Адрианову. И это стало событием, выходящим за рамки нижегородского культурного пространства, потому что именно в этой книге впервые показана не только всеобъемлющая личность нашего выдающегося земляка, но и впервые убедительно показана роль поэта в современной русской литературе. Более 10 лет в эфире государственной телерадиокомпании «Нижний Новгород» выходила авторская программа Александра Марковича «Непридуманные истории». Ее героями были космонавты, литераторы, ученые, врачи, спортсмены, политики и другие удивительные люди. Позже из встреч на телевидении родилась книга с одноименным названием. На писательском счету Александра Цирульникова более 20 книг. В разные годы его собеседниками были Вольф Мессинг, Юлий Борисович Харитон, Иннокентий Смоктуновский, Юрий Гагарин, Леонид Утесов. И вот сейчас книга о Юрии Адрианове. Что же послужило творческим толчком для ее создания? По словам Цирульникова, толчком послужила смерть поэта в 2005 году. Цирульников тогда потерял очень близкого и дорогого ему человека, с которым было связано практически полвека жизни, начиная с первого курса историко-филологического факультета и заканчивая весьма зрелыми годами. Через год после смерти Адрианова выходит сборник воспоминаний о нем, где у Цирульникова было две главы. Я все время думала о том, что мне эту тему надо продолжить. Мне надо поставить свой памятник Юре. И вот эта книга – мой памятник ему. Названием книги стало слово «Сочетание сбираний памяти». Что же оно значит для автора? Вот как он это объясняет. А это как раз сбирание воспоминаний обо всем, что связано с его жизнью, с моей жизнью, с переплетениями наших судеб. Очень много было такого, что нас объединяло, роднило. И мне хотелось вспомнить какие-то эпизоды, какие-то детали и даже какие-то мелочи. Потому что в мелочах как раз и проявляется характер человека. Юрий Андреевич Адрианов – это не просто целая эпоха в нижегородской культуре. Краеведение и литература, живопись и история, редкостная эрудиция и сыновья любовь к родному городу – безусловно, самые яркие черты нашего выдающегося земляка. Но Адрианов прежде всего поэт. И поэт всероссийского масштаба. И воспеванием родной Нижегородчины, удивительно прозрачной и искренней лирикой, его творчество сродни прозе другого выдающегося певца своей малой родины – Валентина Распутина. Эта книга действительно слово самого близкого друга о выдающемся русском поэте. Честный и непредвзятый рассказ о человеке, с которым автор книги прожил едиными интересами и идеалами без малого полвека. Книга уникальна и по содержанию, и по структуре. На фоне рассказа о жизни и творчестве Адрианова разворачивается живая, насыщенная героями и событиями, грандиозная картина жизни страны и города Горького в разные годы Адриановской эпохи, спровождаемая экскурсами и вдалеко отстоящие от нее годы. Литературный мир былой страны и города Горького, признанные писатели и провинциальные гомеры, интеллектуальная элита и государственные деятели, кумиры миллионов и жители Пушкинского Болдина – «вот та среда», – говорит нам Церульников, – «которой жил Юрий Адрианов, с которой он был духовно связан». Здесь читатель откроет для себя немало нового и наверняка по-иному взглянет на многое из нашего не такого уж и далекого прошлого. Это именно сбирание памяти, поточно подмеченным мелким, на первый взгляд незначительным, драгоценным приметам времени, которые позволяют читателю почувствовать себя почти что очевидцем описываемого. При этом Церульников не впадает в крайности. Как правило, воспоминания, особенно о близком человеке, почти неизбежно сопровождаются своего рода ретушированием, восхвалением одного и принижением другого, стремлением приукрасить изображаемое. В тексте автор приводит на первый взгляд мрачноватую мысль Анны Ахматовой о том, что после смерти человека его портрет меняется. Рассказывая о друге, автор придерживается убеждения, что жизнь состоит не только из белого и черного, это всегда полутона. Поэтому Юрий Адрианов предстает перед нами в разные моменты своей жизни именно таким, каким и был, со всеми своими радостями и бедами, надеждами и сомнениями, горестими и жизненными неурядицами. И сквозь стройные ряды книжного шрифта явственно проступает такое знакомое лицо поэта с удивительно добрыми и такими печальными в последние годы его жизни глазами. Совершенно справедливо Александр Маркович поднимает в своей книге ряд вопросов, связанных с полноценным изучением и популяризацией творческого наследия Юрия Адрианова, регулярного проведения адриановских чтений. Действительно, с большим сожалению приходится признать тот факт, что современная молодежь практически не знакома ни с творчеством Юрия Андреевича, ни с самой его личностью, служащей примером высшего проявления патриотизма, деятельной любви к своему краю, своей культуре. И стоило бы уделять больше внимания знакомству подрастающего поколения с жизнью и деятельностью именно таких людей. Книга Александра Цирульникова вышла до обидного малым тиражом, но все же в библиотеках найти ее можно. Вот как автор определил, для кого же он написал эту книгу. «Для всех, кому дорога русская поэзия, для всех, кому дорога история нашего края, нашей земли, для тех, кто знает, ценит и любит поэзию Юрия Адрианова, но в то же время для тех, кто будет узнавать, читать и чувствовать его поэзию, то есть для широкого круга нижегородцев». Книгу Александра Цирульникова «Сбирание памяти. Слово о друге» можно найти в библиотеке Маяковского на абонементе, в отделе краеведения и в первом филиале. Также в нашей библиотеке в отделе краеведения имеются книги и Юрия Адрианова, сборники стихов и историко-литературные очерки о родном городе, славных земляках и Нижегородском крае. Пела в полусне вода лесная, Ель коснулась лапою плеча, Брёл я, брёл, не ведая, не зная, Где мерцает истина свеча. Брёл и брёл я, привечая взором В охладевшей по вечерней мгле Скорбные усопшие соборы, Стихшие селенья на земле. Брёл и брёл я отчиной неброской Сквозь судьбу, насколько было сил В тот предел, где Серафим Саровский О заблудших Господа просил. И открылся миг, зажглась лампада, Встретились с житейской устезёй, Божий мир, душевные отрады, Вечность и звезда над головой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok